Библейский портал экзегет.ру представляет Четвертая глава послания Якова, читаю свой перевод для библейского портала «Экзегет». Третья глава закончилась вопросом о том, какая мудрость свыше. Много людей словесно одаренных, назовем это так. Я, например, тоже говорить красиво умею, поэтому я здесь в кадре. А вот как узнать, где это от Бога, где эта мудрость свыше, а где это что-то земное, может быть, даже противное Богу? Он в конце третьей главы, Яков, дает очень простой критерий. Мудрость, которая свыше, приносит мир. Она чиста, и она ради мира. А все, что порождает раздоры, разделения, ссоры, скандалы, это не от Бога, даже если оно красиво звучит. А почему же люди ссорятся и спорят друг с другом? Вроде все хорошие, послушаешь каждого, каждый прав. По-своему, может быть, но прав. Откуда среди вас войны и раздоры? Разве не от того, что вы выступаете в поход за телесными удовольствиями? Ну, как воин идет на войну, чтобы победить врага, завоевать трофей, взять вражескую столицу, а вы за удовольствиями телесными. У нас обычно под этим понимается какая-то сексуальная распущенность, не только, а вообще всякое такое вот земное наслаждение. Вы стремитесь к тому, чего не имеете, убиваете и завидуете, но так и не можете этого достичь. Вы сражаетесь и воюете, но ведь не просите, чего у вас нет. А если и просите, не получаете, потому что просьба ваша дурна. Вы стремитесь лишь растратить себя в удовольствиях. Можно попросить у Бога, он в первой главе об этом говорит, есть простое средство, если чего-то не хватает, проси у Бога, но проси просто, без условий, без каких-то сложных конструкций, и верь, что получишь. Но если ты просишь для того, чтобы просто себя потешить, то Бог не дает и правильно. Распутники, разве не знаете, что дружить с этим миром значит враждовать с Богом? Кто хочет быть другом для этого мира, становится врагом Богу. Не думаете ли, что Писание зря говорит, в нас обитает Дух, и Он любит до ревности? Но это такая неточная цитата из Писания. Есть псалмы 77-78, в которых вот эта мысль приводится, но он не цитирует, он пересказывает Писание, тогда достаточно спокойно к этому относились. Но и благодать он нам дает все больше, потому и сказано в Писании, Бог противится горделивым, а смиренных одаряет благодатью. Цитата из книги «Притчи», третья глава. Тоже вот важно, он связывает способность человека получить что-то от Бога с его гордостью, либо напротив смирения. То есть гордость – это способ не получить от Бога того, что ищешь, а смирение наоборот. Итак, подчинитесь Богу и боритесь с дьяволом, тогда он убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и он приблизится к вам. Омойте руки, грешники, очистите сердца двоедушные, печальтесь, плачьте, рыдайте. Смех ваш пусть превратится в плач, а радость сокрушения. Смиритесь пред Господом, и он возвысит вас. Вот, собственно, развитие той же самой темы, да, то есть горделивая радость, превозношение, оно приводит только к падению, и наоборот, смирение – это путь, который приводит человека к возвышению. Но это не только про отношение к себе, это в основном, и у Якова будет этого много, про отношение к другому, про отношение в общине христианской, где нет места каким-то раздорам, нет места борьбе за власть и прочему, и уж, конечно, нет места клевите. Не наговаривайте друг на друга, братья. Кто наговаривает на брата или его осуждает, тот наговаривает на закон, и его осуждает. А если ты осуждаешь закон, ты уже его не исполняешь, ты ставишь себя над ним судьей. Закон говорит «полюби». Вот цитировалась эта фраза уже выше. «Полюби ближнего, как самого себя». Если ты ближнего не любишь и осуждаешь, ты осуждаешь закон, который этого требует от тебя. Ты говоришь «нет, я любить его не буду, потому что он плохой, я лучше ему скажу, какой он гад и сволочь». Но тогда ты ставишь себя выше закона и равняешь себя с Богом, а это уже недопустимо. Есть единый законодатель и судья, он может спасти или погубить. А ты кто такой, чтобы осуждать ближнего? Ты не судья, и поэтому не суди, все просто. Теперь обращусь к тем, кто говорит, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, там проведем год, будем торговать и получим прибыль. Казалось бы, люди ничего плохого не хотят. Вы же не знаете, что произойдет с вашей жизнью даже завтра. Вы словно пар, что возник ненадолго и сразу исчез. Лучше скажите так, если Господь пожелает, будем живы и сделаем то и это. Вы же теперь хвалитесь своим высокомерием, от такой похвальбы не бывает ничего хорошего. Итак, кто знает, как поступать правильно, но не поступает на том грех? Вот, ну понятно, что кто знает, как правильно, но не поступает, тот согрешает. Иногда человек не знает, как поступить правильно. Довольно часто мы бываем в таких ситуациях, но это уже другая история. А почему же плохо рассчитывать, поехать куда-то, торговать, получить прибыль? Это самонадеянность, это уверенность в том, что твоя судьба в твоих руках, это совсем не так. И как раз стремление к деньгам, к прибыли, к почету, к какому-то вот возвышению, оно очень часто порождает дурное отношение к ближнему. Оно заставляет людей драться, распихивать друг друга кулаками и стремиться куда-то наверх. Но это все ненадолго, это все не та цель, ради которой стоит забывать о Боге. На самом деле, другой такой цель вообще нету, но уж ради богатства, так особенно в пятой главе об этом будет подробнее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok